10 ошибок начинающих YouTube каналов Привет, с вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и оффлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTube. В этом ролике мы с вами разберем 10 ошибок начинающих YouTube каналов, то есть какие ошибки делают предприниматели, когда только приходят на YouTube. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, а для самых быстрых в правом верхнем углу и в описании вы можете получить бесплатно пошаговый план продвижения своего бизнеса, ответьте всего на 7 вопросов. Ну а мы идем дальше, итак, какие же ошибки совершают начинающие предприниматели, когда начинают развивать бизнес на YouTube. Первое – это незнание своей целевой аудитории, то есть начинают снимать ролики для всех подряд, то есть они не понимают на «ты» или на «вы» общаться со своей аудиторией, какая у аудитории, какие желания, боли, хотелки, что им доносить, о чем ролики вообще снимать, чтобы это было интересно, чтобы люди подписывались и как-то общались с вами через комментарии. То есть вот это одна из основных ошибок, почему не получается в итоге успешно развивать канал. Ошибка номер два – это гонка за подписчиками. Очень часто слышу от предпринимателей «я хочу одновременно, чтобы у меня было много подписчиков и много клиентов ко мне приходило». Это прям вот одна из самых основных ошибок, которые только могут быть. Почему? Сейчас объясню. На YouTube существует в принципе две основные стратегии, как можно продвигаться. Это когда вы хотите много подписчиков либо много клиентов. И причем при развитии, например, когда вам нужно много подписчиков, вы снимаете более развлекательные видео, какие-то юмористические. И для бизнеса это часто не подходит, потому что по-другому снимаются видеоролики и совершенно другая стратегия развития. А когда у нас цель все-таки получать целевых клиентов, то это скорее всего будут контентовые ролики, полезные обзоры, отзывы, информация о компании. То есть стратегия записи видеороликов и тематики роликов совершенно другие. Третья ошибка – это нецепляющие картинки и скучные видео. Почему я об этом говорю? Сейчас 50% успеха вообще вашего канала на YouTube очень зависит от картинок, потому что первое, что видят люди в рекомендациях или на главной странице – это картинки ваших роликов. И если картинка не зацепила, человек просто не посмотрит ваши видео. Что касается скучных видео, когда вы там говорите вот таким монотонным голосом полтора часа, никто не будет вас слушать, поймите это. Ролики нужно записывать эмоционально, чтобы донести действительно ценность информации, которую вы хотите передать. Ошибка номер 4 – это нет стратегии и системности. О чем я здесь говорю? Для YouTube очень важно, чтобы ролики выходили в определенные дни и в определенное время. И когда вы это делаете постоянно, то YouTube работает на ваш бизнес как снежный ком, то есть он постоянно набирает обороты. Первые два месяца, возможно, там будут минимальные результаты, если вы начинаете с нуля, но вот начиная с 3-го, 4-го и 5-го вы уже увидите действительно ту самую мощь YouTube. Поэтому, если уж вы начали выкладывать ролики там 3 раза в неделю и делаете это в одно и то же время, то и продолжайте это делать. Потому как за это время, там за 2 месяца, YouTube только привыкает к тому, что вы действительно даете полезный контент, что идут комментарии и он начинает вас продвигать. Пятая ошибка – это когда ролики не оптимизированы под YouTube. Что такое оптимизация? Это правильное название, правильное описание и правильно подобранные метатеги. То есть, когда вы не ставите теги и не делаете описание к видео, то ролики ваши, ну, практически не ранжируются YouTube, потому как робот проходится именно по ключевым словам, и когда он понимает, о чем ваш ролик, он может выдать конкретному человеку с данными интересами ваше видео. Ну, а когда оптимизации нет, соответственно, минимум просмотров и люди просто не узнают о ваших видео. Ошибка номер 6 – это нет призывов к действию. То есть, вы записали ролик, дали какой-то полезный, действительно ценный контент, но забыли сказать своему зрителю о том, чтобы он поставил лайк или написал комментарий, или же, может быть, выполнил такое действие, как переход на сайт, где он может получить больше информации. людям всегда нужно говорить, что они должны сделать, и тогда это будет работать на вас. Ошибка номер 7 – это плохой звук в ваших видеороликах. Я всегда говорю, лучше пусть будет не очень хорошая картинка, но звук должен быть качественный, потому что когда вас не слышно, никто не будет прислушиваться к вашим видео. Такая ошибка была у одного из моих клиентов, когда она в большом зале решила записать видео, только используя звук камеры, то есть, без петличного микрофона. Ее совершенно просто не было слышно, и люди закрывали ее ролики буквально на первой минуте. Поэтому обязательно купите себе хороший петличный микрофон и записывайте качественный звук. Ошибка номер 8 – это сценарий. То есть, вы не знаете, что, в какой последовательности необходимо сказать в видео, чтобы оно приводило вам клиентов в заявки, больше просмотров. Начинайте с одной темы, заканчивайте с другой. Естественно, такой сумбур и хаос люди не воспринимают. Поэтому, прежде чем записывать видео, создайте себе хотя бы небольшой план и рассказывайте по нему. Девятая ошибка – это неправильно подобранная локация. Очень часто, например, вы снимаете видео про, ну, может быть, производство, да, или у вас кулинарный канал, да, что-то вы об этом рассказываете, а ролик снимаете, например, где-нибудь на улице и говорите про какой-то рецепт, да, то есть старайтесь локацию подбирать более подходящую под ваши видео. Это, конечно, не супер большая ошибка, но, тем не менее, когда у человека в кадре он будет видеть что-то похожее на то, о чем вы рассказываете, это дает больше восприятия вашей информации, то есть люди будут вас понимать именно так, как вы хотите донести информацию. И последняя, десятая ошибка – это не распространение видео в других соцсетях, в других источниках, то есть вы выложили ролик на YouTube и забыли про него. Вы поймите, когда у вас начинающий канал, там еще мало подписчиков и его ролик ваш могут посмотреть только люди, которые уже подписались, но мы же хотим, чтобы больше людей увидели наши ролики, поэтому обязательно делитесь во все социальные сети, в рассылку, если она у вас есть, возможно, на сайт или на блог, также размещайте свои видеоролики сразу после их выхода. И тогда видео будут набирать больше просмотров, а вы будете получать больше лояльной аудитории и заявок в ваш бизнес. На этом у меня все, не совершайте эти десять ошибок и тогда успех на YouTube вам обеспечен. Если видео понравилось, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски, а также прямо сейчас вы можете забрать пошаговый план продвижения своего бизнеса на YouTube, если перейдете по ссылке, которую видите на экране или в описании. И смотрите другие полезные ролики на моем канале. С вами была Юлия Измайлова, до встречи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова